Синь, Романовка зарядки нет? Есть. А? Есть. Он не использовал. Супер. 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 Хайфан. Надо уже быстрее. Дома вкусно пахнет. Майфа, иди сюда. Говорит ему, это машинка. Лена, подожди поближе, не слышишь, объяви занятия. Сейчас, в школе. А сколько? Сейчас? Сейчас сразу объявление вам скажу, а вы его обдумайте. Вот весной тут было прорвало, и вы собирались, братья все. Какое это было приятное зрелище. Тут Саша был. Не знаю, там Алексей сделал как интервью, это что требуется по-военному так отчитать, что это такое. Репортаж идет с такого-то моста. Да. Помнишь, Веш? Вот. Сейчас не прорвало нигде. Когда мы приехали первый раз, Рыжковский, из-под земли, и туда вырывается, и ключ этот бьет все, остатки уходят. А почему? Не могли остановить там никак. Я знаю способ остановить, и мы в течение полдня остановили воду, и вода стала пребывать. Притом гарантия стопроцентная. Мы сваи забиваем дальше там, где выходит, и медленно начинаем наращивать до уровня озера, а дальше она и бить не может. А дальше, когда остановилась, теперь с той стороны делом мы полностью блокируем. Тем более мы дважды протравливаем сваи, но ясно дело, он их и не будет есть. Так, для нас самая главная задача была, это первый мостик. Его легко сделать. В течение полдня он его заровняет, весной его смыло. Пространство вот такое вот, как допросе, например, вот такой промыв. За место не проехать ничего. Глубина 60 сантиметров. Там вода плещет, как идет. Вот у нас туда упал один человек нынче, его даже понесло. Да, и у него был гидрокостюм вроде надетый-то, и вода попала туда, и он мерз. Я правильно говорю или нет, не знаю. Ну, не знаю, лучше расспросите. Значит, мы хотим, чтобы этого не было. А как это сделать? Я говорил, как. Вот дорога наедет, дорога здесь-то так вниз и до самого низа. А вот это низ и все. А огородить сваями. И уложить камнем, как горная река, чтобы вода проходила, и еще не размывала. И пока мы сделали все по плану. Главную работу сделал Роман. Вот он стоит, малыш. У него пила, и он очень быстро пилит. Я не видел так, чтобы быстро пилили. Вот так. Вот с такой скоростью. Мы здесь только забили 151 сваю. Вот такую. Где надо отпилить, уже все выровняли, подготовили. Вчера ушли, все готово. Только бульдозер. А вот что-то непорядок и может прийти в среду. Я думаю, Лена, позаботься о том, чтобы распределить опять, кто когда готовит. Я ему опять, может быть, даже тот самый будет бульдозерист каждый день. Что ему требуется узнать? Или Люба тогда была занималась этим. Люба, ты, кажется, да? Ну, посоветуйтесь. Батюшка там барашка, то молоко, там что как есть. И где он будет работать, ему туда уносить есть. Я вчера корзинку приобрел одну. Прямо в корзинке не давить. Мы будем работать. Так, дело вот в чем. Когда он начнет работать, примерно через 2 часа работы, он закроет, завалит. А вот тут самая основная работа начнется. Мы успели привезти бутового камня 5 машин. Это как дар неба. Я думал, кирпичи разные, обломки. Говорят, весной все вымоет оттуда. Такой поток идет. Камень пошел. Вдвоем один камень поднимают. Теперь, когда все это будет заболчено, попросим его... Мы уже срезали сваи. Срезали, но оставили 4. А по ним перила, чтобы можно было переходить и держаться. Прямо переходить на тот берег, когда весной будет течь. Это настоящая большая работа. И вот он, когда бульдозер зайдет, а сваи-то наклоненные вот так вот. А у него нож-то намного шире, чем он. Главное, чтобы гусеницами он камни вдавил. А он не может подойти к краю-то, потому что нож-то у него выше. Я подумал на молитве, что когда он будет здесь, вот он, допустим, до нашей сваи, вот так с двух сторон стоят, и он пойдет вот здесь. А нож рядом, чтобы он шел медленно-медленно и ковшом бил. А ковш-то там, наверное, тонна. Я не знаю, огромный такой ковш. Сам он 17 тонн. Ясное дело, что мы вдавим его туда камень. Его не может вымыть. Это камень. Горная река будет здесь. Но в этот момент нам очень сильно нужна будет помощь. Вот как вы там выходили все, так в этот момент мы скажем, что вы пришли подтаскивать камни. И вокруг, что нам нужно засамонить. Сено там привезенное. И как только проложили первую, первая машина мы сразу бросаем ее на второй мостик. Осмотрели. Мы снова без камня там. Просто делаем, как на Рыжковском. И медленно-медленно наращиваем. Она там маленький проезд и не прорвет. Воды держит воду-то. Но я посмотрел, там вот такие вот норы уже нарыты. Мы их отобьем. По секрету скажу. Я четыре капкана на бобров привез. Я им расскажу, где рак излимует. Если только нам это удастся, в это время надо отрамбовать, подносить глину, сыпать сено. Вот здесь уже будут люди. На Рыжковском у нас было, приехали мы 19 человек. Ребятишки. Они вот такие вот вдвоем ведерко свободно подтаскивают. Нам нужна будет помощь. Мы одни не сделаем. А он стоять не будет. Я плачу полторы тысячи за каждый. За каждый час. Вот сейчас, чтобы вы привезли, мне 21 тысячу сразу на кона доложить. За то, что техника прибудет. Поэтому мы дадим вам знак примерно в среду. Значит, с собой что можно взять? Лопату штыковую. Наточить ее остров. И ведра два. Одно ведро, чтобы было, можно было воду черпать. А другое так. Ну, вы работали на Рыжковском, знаете. И здесь то же самое. Мы это сделаем, сколько время займет? Думаю, не больше трех часов. Даже меньше. У нас все уже сделано. Но так как он поднимет, сколько насыпь. Хотим ее насыпь выше сделать. Она с той стороны вот так насыпь идет. И вот так вот. И вода течет. И вся трасса-то, она размыта. Мы должны ее поднять и сделать вот так, как дороги делаются. Вот так, а не так. Здесь почему не могли ничего сделать? А потому что ямина была в нее все. Кирпичи, машины уходили. Когда завалили, подняли. Сейчас ни один дождь не размывает. Я очень прошу, отнеситесь серьезно к этому. Мне дальше где-то я на Рыжковском его после этого трактора погоню. Я могу там как-то своими силами. Здесь не поправится. Это камни. Их руками грузили на машину. Опять же, Роман. Игорь дает машину. В этот день ты дашь нам машину эту? Она там, нам все осталось, которые перебросили туда. Ишпа эти, свай. У нас еще около ста свай. Мы прям быстро будем промазывать твоей сверлилкой этой. Ну, сверлит такая машина у него есть. И мы все-таки это сделаем. Сделаем на один раз. Уже некоторые люди спрашивают, а надолго ли это? Игорь Валентинович заботится. Думаю, что не на одно десятилетие. Если думаем, как умышленные, кто-то взрыв какой-то не устроит. Помолитесь об этом сегодня. Потому что это не мамона. О мамоне-то мне надо беспокоиться. А здесь речь идет о жизни. Крайне необходимое. Это Господь поощрял всегда. Поощрял. С Ветхого Завета мы видим, когда люди отстраивались, приходили. Город не имя строил. И какая была ситуация. Некоторые думали, ну, я богатый возьму. Пришли, пожалуйста, говорят. Мы есть нечего. Детей в рабство отдаем. И он говорит, я их звал. Я рвал бороды ему в волосы. Поставил все на место. Проехал одни развалины. Но мы можем применить это к тому, что инфраструктура разрушена. Мы ее восстановим. Уже сейчас на втором мостике воды больше, чем при моей жизни когда-либо было. До целых полметра. Если мы поднимем, ну, дня за четыре поднимем еще сантиметров на 70 плотину, там можно заводить будет рыбу, просто хорошую рыбу. Там сейчас больше двух метров глубины. Больше трех. Больше трех было. Да, даже вот видите как. И там, по которому каналу делали, там сделали две запруды, чтобы уровень поднимать. И когда мы будем делать, сами подумайте, в какое время-то. С собой что-то взять не так. А мне домой корову съезжать в обед. Мы это сделаем в дневное время. Ну, возьмите с собой там попить, поесть. Нам необходимо сделать это. Мы оттуда не вылазим. Ну, мы-то здесь не живем. Ну, мы должны маленько вперед думать, как люди-то будут ходить. Вот вам надо на урывку. Урывка там. А вы выезжаете туда. Вон туда за те околки. Ну, все нормально это. Ты помнишь, в прошлом году, когда мы сделали, как-то туда-сюда шмыгал-то. Мы должны это вернуть. Притом, в прошлом году мы просто запрудили. Мы знали, что сорвет, но у нас сил не было. Ну, еще так. Когда мы начнем это делать, и не хватит камня, нужно за камнем съездить на разъезд. Хотя бы машины три сходу привезти. Я не знаю, мы до 12 работали там, вышли. Да. Во сколько мы? Всем вышли. Так, подавите. Как будто я бы задерживал, народ сбросил. Хитроумные, но хитроумные. Кланяться не умеют. Пару слов сказать, и уже мне некогда. Вот это вот ваша беда. Мы никогда не говорим нам некогда. Есть одно слово, выступает одна войну, и говорят. У нас было одно слово, войну надо. И мы, говорит, это знали. Пятилетние собирали, ходили колоски и прочее. Боимся, что лишнее слово не стоит. Наша смена кончится здесь. Другое поколение пьет. Вот смена какая. Часы смотрят, а свое время никто не знает, когда мы отсюда отойдем. Она вчера одна уехала, была, с Новокузнецка, Галина Алексеевна. Ну, ей 60 лет. На своей машине. Она за 5 часов, 7 часов и сколько-то минут, 500, кажется, 40 километров отмотала. И поставила восхитительный знак. Бабки есть разные. Представьте себе, 500 с лишним километров. За рулем. Сама в Новокузнецка приехала. И дальше второе смс бросает. Как образно сказать, из царства света, царства тьмы, говорит, попало снова. Опять ложь вокруг, опять обман. Она побыла здесь, жила вместе. Она увидела, люди искренние, открытые живут. Вот она, какая приехала. С одной рукой из кухни не вылазит. Послезавтра, Бог даст. Мы ожидаем из Канады 4 человека. Уже не одного, а 4. Сегодня они мне сбросили, а юбка какая, до колен должна быть? Я говорю, хотя бы четверть ниже колена. А в церкви не больше 10 сантиметров. Уже стараются, чтобы все у них как было. Она, девочка, занимается музыкой. Если у вас где? Где мои эти? Вон. Ирина. Где Ирина-то? А, ну она придет, если с Ливи это не помешает? Нет. Ну я так и сказал. Я знал вашу доброту. Она музыкальная. И нельзя потерять практику. Вот она у нас, Ливи, уходит и 5 дней, кроме выходных, занимается. Надо, я не понимаю в музыке. Она играет, когда такие произведения. Я могу воспроизвестить даже приблизительно. Как-то 5 симфонию Битхоина дали мне прослушать. Я стал рассказывать. Мне говорят, а где вы читали? Я говорю, я свои чувства передаю про потерявку. Так это так и есть. То есть созвучие души он уловил. И когда спросили, а где он взял? Один ответил, говорит, он подслушал рыдание у природы. Какие слова? Рыдание у природы. Вот такое объявление. И сегодня уже там все дела поделайте. И в среду будьте на чеху. Если такая техника придет, мы сразу оббежим по деревне, скажем, что с собой взять. Вот все. Да, еще маленький такой пример. Ну, просто я внутренне скажу. Вчера мы молились, и с половиной богослужения ласточка осталась одна летает в храме. Ее нету нигде. Одна сидит, она все время, а тут ни разу. И сегодня полуслужбы, второй из ласточки не было. Я подумал, что истребок летает, ее схватил. Но в конце уже она подлетела. У меня голуби, где Володя, где калачников были, 35 было. Я приехал, ни одного нету. Они сейчас перелетели. Чего они перелетали, неизвестно. Один был, и одного не стало. Я знаю, что это какая-то беда. Неделя прошла, я там пошел смотреть, а там в углу просто перина. Голубей там, ну, теперь, я знаю, больше 20 съедено голубей. Одни перья лежат. Ну, я взял 23 капкана и все везде расставил своих кошек. Занес в дом и никуда. Два дня было, ничего не было. На третий день Володя полез в Меуковин. Она попала в корма. Я думаю, хорек это делает, кошка. И оттуда она вытащила капкан, а он привязанный. И она на лапке на этой висела. Чья это кошка? Серого. Серого цвета. Серого. Мы уже узнали. Матушкину. Матушкина. Я сразу к батюшке прибежал, говорю, где матушка-то? В Барнауле. Кошку надо найти, лангетку наложить ей на беспередней ноге. Она не кошка, она не может ловить, передними ловится. Ну, вот такая беда случилась. Ну, я им дал указание, ребятам, они нашли ее, поймали. Покормили. Она в ней не переломана. Она уже опирается на ногу-то. И вот эта вот печаль даже за ласточку, за какую-то кошку, она ложится на нас. Почему? А мы сети были связаны, мы отошли от многого. Вот он человек где-то там, вот самолет этот упал, артисты летели. Да какое нам дело до них? А внутри щемит это как? Это мог быть я Лиза, там, как доктор Лиза была. Она погибла. Может, некоторые думали, с нами такая, которая для Бога живет вроде бы как. А вот погибла. И как мы должны к этому относиться? В одном конце вселенной оно касается другого. И вся природа с нами связана. Почему в некоторых народах, вот в Египте кошек боготворили. Кошка. Ее мумифицировали после смерти, кошку. Почему она спасала урожай. Вот я считал, сейчас не помню, какое-то государство там в Европе. Было древнее время. Если колодку пчел кто-то раздарил, колодка пчел, приравнилась к убийству человека. Вот как люди ценили. Какие нормы были, нормы права, нормы поведения. А у нас нужды никакой нет. Он сгорел, да и сиди на угольках. Люди спешили на помощь друг другу. И даже вот, даже кошка вот эта вот, ну она, она-то как говорится, ну, а батюшка говорит, по неделе нету придет такая справная, где кто ее кормит. Она сама приспособилась. И деликатес на ресторан устроила себе. И мягкая перина спит там. И когда вот всю эту природу смотришь, а ты верующий, тебя все будет касаться. И отсюда появляется тогда правильное отношение к людям. Вот как. Вопросы, можете, какие-то, нет? Вчера придумали, что девочка маленькая одна приболела, это капельно разрушенным путем, от Степы заразились, у них все переболели. Я говорю, да бросьте вы, идите молитесь, сегодня приходит, никто не болеет. Мы друг друга не дожили линись, что тут заразили, дедок. Заразим мы, в нас. Заразим мы. Вопросы, выросли бы Продолжение следует...